Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала! С вами Виктория Диденко и ее цветы. Начинает засветать наша пассифлорка Кавалерская Звезда. Цветок у нее, конечно, потрясающий и просто необыкновенный. Вот появляются первые цветочки, бутончики открываются, сейчас я вам покажу. Вот такая вот красота у меня. В этом году она будет жить в горшке, мы решили ее не высаживать в открытый грунт. Солнечных мест мало, все занято другими растениями тоже, не менее красивыми. Значит, растение росло в одном горшке, сейчас оно пересажено, перевалено в плошечку побольше. Достаточно такая мисочка, не маленькая. Значит, грунт, как видите, тяжелый. Отец любит глинистый грунт. И растения, несмотря ни на что, неплохо растут в нем. У меня в такой глине растения плохо растут, у отца нормально растут. Обычно я рекомендую подмешивать, когда даже в открытый грунт садишь, подмешивать торф, торфяной субстрат. Но вместе с тем, вот мы видим, какой грунт и какой результат. Значит, растение сейчас гонит новые побеги. И надо сказать, что везде все усыпано, все побеги усыпаны бутонами. Посмотрите, они разного размера, бутон достаточно крупный. Вот, получается, пассифлора гонит ветку. Вот, где-то я видела, вот. Веточка получается. И вот возле каждого междоузлия мы видим бутон, бутон, бутон. Растение очень неприхотливое, любит солнце. Тут у нас солнце где-то до часу, можно сказать, до двух часов дня. А вообще, пассифлорки лучше целый день солнце давать. Значит, чем мне нравится выращивать пассифлоры на улице? Значит, никакой паутиный клещ их не кушает. Даже если растение выводишь из квартиры, оно и болело, оно там, например, паутиный клещ, вредитель прогрессировал во все от сухого воздуха, то на улице паутиный клещ просто куда-то пропадает. Вначале листики адаптируются, где-то бывают ожоги. Вот, например, вот когда, видите, листик, когда растение только вынесли на улицу. А потом она наращивает новые побеги. Они такие классные, глянцевые. Ну, в общем, довольная, когда растение на улице. Ну, в общем, вот такая вот кавалерская звезда. Для ухода ей нужно, что ей нужно? Ей нужно много солнца. Самое интересное, что мы ее даже и не кормим. То есть вот этого грунта ей будет достаточно. Видно там, в этом глинистом грунте тоже очень много минералов. И растение усваивает, и потом очень обильно цветет. Потому что количество бутонов, вы сами видите, какое большое. Ну, в общем, это была у меня кавалерская звезда. Размножается она легко, размножается укорененными черенками. Размножать это растение можно. Она одна из пассифлор, которая дает поросль. Бывает, выстреливает от корня поросль. Ее можно отсаживать, и будет у вас новое растение. Ну, и черенки достаточно неплохо укореняются. Ну, в общем, вот такая вот красавица. Вот такой был у меня маленький обзор про это растение. На улице это растение очень приятно пахнет. Вот у нее, видите, на конце, если ее опылить, у нее еще будут такие оранжевые плотики. Ну, они не очень вкусные, как по мне. Ну, в общем, вот такая вот красота у нас растет. Кавалерская звезда. Все, на этом буду заканчивать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok